Всем привет! Я уже второй раз переснимаю это видео, потому что в предыдущем толстовка очень красиво подсвечила мой второй подбородок. Я там бейб, если кто-то помнит такой фильм. Сегодня перед творческой частью видео я хотела бы ответить на три часто задаваемых вопроса под моими видео. Ну как часто? Ну, наверное, раза по два каждый задали. П. Популярность. Вообще все вопросы под видео делятся на, опять же, три категории. Первая это вопросы про пастель, но я очень много на них отвечала, может быть, еще какие-то накопятся более интересные, и я еще раз отвечу, потому что мне несложно. Вторая категория вопросов это вопросы про бумагу. И третья категория вопросов, ну это вопросы взятые, мне кажется, из какого-то рандомайзера вопросов, потому что они... Я не знаю, как они приходят в голову. Сегодня я хотела бы заострить свое внимание именно на бумаге, потому что... Потому что вот из последних как раз очень много было именно про нее. Первый вопрос. Можно ли писать пастелью на холсте? Ну, чисто теоретически, если прям запариваться, загрунтовать холст каким-то специальным образом, чтобы... Это была, видимо, краска с каким-то абразивным материалом для того, чтобы создавать шершавую поверхность. Короче, нет. А второй вопрос. Сойдет ли бумага для пастели для пастели? Это хороший вопрос. Да нет, на самом деле, ну действительно, я потому что в своих видео не пишу на бумаге для пастели. Исключительно потому что я жму это. Потому что хорошая бумага для пастели стоит дорого, а плохая бумага стоит дешево. Но такого эффекта, как и от наждачки, от плохой бумаги для пастели не жди. Может, по деньгам это будет примерно одинаково. Ну, то есть, дешевая бумага для пастели или наждачка. И то дешевая бумага, мне кажется, будет стоить дороже. Но эффект наждачка абсолютно выигрывает. Но лучше взять бумагу для пастели, чем взять обычную бумагу. И это третий вопрос. Он вообще, наверное, первый по... Он вообще, наверное, первый по популярности. А можно ли рисовать на обычной бумаге? Что я могу сказать? Если отвечать односложно, то можно. Но если убавляться в суть вопроса, то я бы это сравнила, например, с вождением автомобиля. Можно задать вопрос, а можно я вместо руля поставлю себе вот такую палку и буду ей вот так рулить? Как бы теоретически можно. Ну, то есть машина будет ехать, можно будет поворачивать, но вы не получите удовольствия от вождения. Это будет совсем не классно, это будет в разы сложнее, и эффект будет... Ну, а так в сегодня, конечно, можно. Да и в практике можно. Ну, понятно, да, аналогия? То есть, да, можно взять простую бумагу, но какой-то феерии от нее не стоит ждать. Ну, что я размазываю тут вот кашу по тарелке? Это не будет красиво, вот. Это не будет красиво, пастель не будет ложиться на бумагу. Она не будет друг другом перекрываться, цвета будут жухлые, там будут вот эти просветы на бумаге. Поэтому лучше, серьезно, если у вас есть пастель, если вы уже запарились над тем, чтобы ее купить, или попросить у кого-то в подарочек, то вот нужно сделать маленький шажочек и купить либо пастельную бумагу, ну какую-никакую, но это лучше будет, чем обычная бумага, либо дорогую пастельную бумагу, если вы так не жмете, как и я, либо наждачку, которую я просто обожаю, потому что она недорогая, потому что на нее шикарно ложится цвет, на нее шикарно ложится любая пастель, и твердая, и мягкая. Пастель перекрывает друг друга на наждачке, чего не может быть на обычной бумаге, потому что обычная бумага принимает на себя один слой пастели, и дальше все. А еще наждачка всегда пригодится в хозяйстве. А ведь, как говорится, хозяйство вести не киями трясти. Так, ну а теперь мы переходим к творческой части видео. Это работа абсолютно несложная. Прям вот я, когда преподавала детям, и самое первое занятие по пастели, я всегда брала вот такой вот сюжет, потому что он всегда получается эффектный, яркий, красивый, в рамочку поставил, шикардос. Вспоминая все предыдущие реплики из моих предыдущих видео, я скажу, что у всех получится, и я буду очень рада видеть вашу работу в директе. Я не всегда сразу отвечаю, потому что я тормоз, но я прям каждую работу сохраню себе. У меня прям есть подборочка с сохраненными работами, которые вы присылаете. Иногда даже я их выставляю в ленту. Обожаю! Работаю! Ну что, начнем. Я быстренько расскажу, что я использую. У меня, как всегда, наждачка. Правда, у меня зернистость тысяча. Лучше, конечно, взять побольше зернистость, потому что тысяча немножко стирает отпечатки пальцев. И два вида пастели. Левиста артиста и, как оказалось правильно говорится, мунге. Еще я использовала черный карандаш. Можно брать черный карандаш угольный, можно брать черный пастельный карандаш, а можно вообще карандаш не брать и использовать просто остренький краешек черной пастели. И отперещаем материалов, переходим непосредственно к практике. Берем розовый, можно взять красный, можно белый мелок. Не имеет значения, главное наметить линию горизонта, которая примерно занимает 1,5 листа. Затем берем самый яркий фиолетовый мелок, который у вас есть, укладываем его плашмя и начинаем заполнять верхнюю часть листа. Почему плашмя? Потому что так удобнее покрывать большую площадь. Затем берем чуть более светлый фиолетовый и точно так же, укладывая его плашмя, прокрываем часть листа. На стыке между двумя цветами прям заходим друг на друга. Затем берем еще более светлый фиолетовый, я взяла такой прям припыленный, и продолжаем выполнять все те же махинации. Старайтесь укладывать цвет географически там, где это делаю я, географически на листе. После этого берем розовый. Постарайтесь выбрать такой розовый, который не самый светлый в вашей палитре, но и не самый темный. Дальше я взяла такой лососевый цвет, но если у вас в палитре подобного нет, то в принципе можно взять приглушенный такой пыльно-красный. Можно взять не очень яркий красный и сверху его перекрыть чем-то, каким-нибудь светлым-светлым, розовым или белым. И они втушуются друг в друга, будет вот подобный цвет. И обратите внимание на места на бумаге, которые я не заполнила цветом. Постарайтесь оставить их тоже пустыми. А вот теперь пришло время для ярко-красного цвета. И мы берем его и начинаем писать воду, где у нас, собственно, отражение этого яркого неба. Обратите внимание, что воду я заполняю горизонтальными стрихами. В самом низу листа можно добавить такого ядреного розового, прям такого ого-го, и немножко фиолетового. Ну, а теперь приступаем к растушевке. Я всегда начинаю от светлых тонов к темным. Ну, для того, чтобы не получилось грязи и для того, чтобы лишний раз не затемнить. Обратите внимание, что растушевывать нужно прямо вот в данном случае постараться. То есть, чтобы цвета очень плавно входили друг в друга. Далее я беру желтый и заполняю те места, которые мы предварительно оставили пустыми. Смотрите, наверху у нас прям именно облачко такое желтое, а внизу это скорее какие-то такие горизонтальные части неба желтые, которые видны сквозь розовые облака. Внизу в желтый кое-где можно даже добавить немножко белого, для того, чтобы еще больше подчеркнуть наличие солнца, то есть чего-то очень светлого. И сразу чистым пальцем, чистым я имею ввиду от розовой и фиолетовой пастели, начинаем растушевывать горизонтальными движениями вот этот желтый с белым. Кое-где можно добавить еще немного белых вот этих горизонтальных штришков. Если у вас, как и у меня, еще остались незаполненные промежутки, то берем цвет, который мы использовали в качестве фона, в моем случае это вот тот лососевый, и заполняем то, что осталось незаполненным. Но как бы тем временем в левом верхнем углу, в отражении от лампы, можно увидеть кота, который посягает на работу. Как бы этот парень считает, что вот такой ракурс лучше. Теперь я беру ярко-розовый и подчеркиваю верхушку желтого облака верхнего. Далее берем все тот же ядреный розовый, берем его плашмя, и легкими-легкими движениями, прям еле касаясь бумаги, мы делаем такие воздушные облака. Очень важно делать их именно воздушными, то есть не давить на мелок очень сильно, а еле касаться. После розового можно все то же самое повторить с белым мелком, причем делать это прямо поверх розовых облаков. После этого берем темно-бордовый и горизонтальными движениями намечаем блики на воде. После темно-бордового берем желтый и намечаем точно такие же блики, только чуть-чуть покороче, то есть это такая словно рябь от солнца на воде. И теперь самое время браться за черный мелок. В левом нижнем углу у нас будет берег, на котором будут стоять пальмы. У кого-то берег может быть чуть больше, у кого-то меньше, тут уже простор для собственной фантазии. А теперь время самих пальм. Для начала нам нужно будет наметить стволы пальм. Вы можете сделать свое количество, можете сделать столько, сколько их у меня. И вот сначала я беру черный карандаш, но затем я возьму черный мелок, потому что хочу показать, что в принципе разницы никакой нет. Главное постараться мелком делать тонкую линию. А еще очень важно сделать так, чтобы ствол пальмы был все-таки изящный, а не такой вот баубап, огромный, толстый, жирный. Ствол чуть-чуть расширяется книзу, а в остальном он в принципе такой тоненький, изящный. После этого нужно будет наметить вектор направленности листов на пальме. То есть вот эта основная линия, на которой уже будут висеть маленькие листочки. И здесь тоже важно не сделать такой вот зонтик, очень симметричный в разные стороны. Все-таки это же листья органика, и где-то они длиннее, а где-то короче, где-то повернулись в одну сторону, а где-то в другую. То есть больше творчества. После этого все так же берем черный мелочек. Лучше взять такой, который покороче. Кладем его плашмя, причем на ребро. И таким вот резким движением от той линии, которую мы наметили, вот к ней прям плотненько приложили мелочек, а затем так резко в сторону по направлению, куда у нас будут свисать маленькие листочки. Вот здесь очень важно уловить это движение. То есть сначала мы очень плотно мелочек прикладываем к этой линии, затем резкое движение и в конце прям вот отпускаем. То есть в конце вот это движение должно быть очень легким, еле-еле касаясь бумаги. Может быть получится не с первого раза, но у нас и листочек не один. После этого острым уголочком мелка можно даже некоторые маленькие листочки прописать такими отрывистыми, коротенькими линиями. И еще важный момент. Вот этих маленьких листиков, их больше и они длиннее у основания, где крупный лист приделывается к стволу, и они становятся короче и реже к самому концу длинного листа. То есть это такой получается своеобразный треугольник, если можно так выразиться. Наверное запутала, но надеюсь все более-менее понятно. Короче, главное не сделать гигантские лопаты, которые висят на тоненьком хрупком стволе. Далее все те же манипуляции мы проводим со второй пальмой и с листочками, стволы которых не видно, потому что они не попали в кадр, но листочки, которые попадают на часть нашей бумаги. И вуаля! Быстрая, сочная, яркая работа, а самое главное простая, готова. Теперь самое главное поставить подпись. Спасибо, что досмотрели урок до конца. Буду ждать вашей работы в дирекции. Всем отвечу, если есть какие-то вопросы, или хотите услышать какие-то комментарии, или просто похвастаться. Я всегда жду. Просто безумное спасибо. Всем пока!